Вопрос санкций раскалывает общество и политическую элиту Европы. Руководство в Рюсселе и центральные власти государств ЕС в основном соблюдают видимость единства. Но на региональном уровне все громче звучат голоса о пагубности проводимой политики. Яркий пример бунта. Сегодняшнее заседание Совета Итальянской области Венето, где большинство депутатов проголосовали за сенсационную резолюцию. Они призвали официальный Рим защитить национальные интересы страны и коренным образом изменить итальянскую политику в отношении России. Из Венеции репортаж нашего корреспондента Дмитрия Сошина. Региональный совет области Венето, его здание в двух шагах от знаменитой площади Сан-Марко, высказался за немедленное снятие экономических санкций в отношении России. За эту резолюцию проголосовали 27 из 40 законодателей. Я счастлив, поскольку мы, итальянцы и жители Европы, сказали нет санкциям, которые душат нашу экономику. Мы желаем в полном объеме восстановить экономические и политические отношения с нашими российскими партнерами. Это стратегически важно. Один из авторов резолюции, Стефано Вальда Гамбери, в апреле побывал в Ялте на Международном экономическом форуме. Он далеко не единственный итальянский политик, который, несмотря на протесты украинской стороны, посетил Крым, чтобы оценить экономический потенциал и возможности для итальянского бизнеса. Мы считаем законом решение народа Крыма провести референдум на основании документов, одобренных парламентом полуострова. Народ сам должен решать свою судьбу. Налицо двойные стандарты. Когда Косово объявило о суверенитете, Евросоюз и Италия моментально признали независимость этого региона. Почему же в таком случае игнорировать решение парламента Крыма и волеизъявления людей? Обращение законодателей Венета по существу идет в разрез с позиции официального Рима в отношении антироссийских санкций и статуса Крыма. Но Сенат и правительство Италии не могут не учитывать мнение одного из самых экономически развитых и влиятельных регионов. Из-за санкций и введенного Москвой экономического эмбарго экономика Венеции, а это не только туризм, оказалась зажатой в тиски. Сегодняшняя резолюция крайне важна для нас, поскольку антироссийские санкции создают проблемы для экономики Венеции. Прежде всего, аграрного сектора, потерявшего из-за действий санкций порядка 3,5 миллиардов евро. Принятый в Палацию Фирофини документ не пустая политическая декларация. Его направили в правительство Италии и Еврокомиссию. Премьер-министр Матео Ренци понимает проблемы своих регионов. Он и сам не раз говорил, что санкции бьют бумерангом по европейскому бизнесу. Но Ренци не может идти вопреки воле Еврокомиссии. Еще в 2014-м, когда было предложено ввести санкции в отношении России, я направила в правительство запрос. Требовала объяснения этого неразумного шага. Италия всегда была надежным торговым партнером России. И от санкций серьезно пострадал наш бизнес. Паула де Пин, в итальянском Сенате она представляет партию зеленых, недавно встречалась с руководством Крыма. Она напомнила, три года назад Россия была восьмым по величине торговым партнером Италии. Сейчас она на 13-м месте. Итальянский экспорт в нашу страну снизился почти на треть. И от этого прежде всего пострадали Венето и другие экономически развитые регионы. Ломбардия и Эмилия Романия. Политики в Венеции говорят, что их соседи в региональных советах готовы принять такой же документ. Они называют это региональной коалицией против абсурдной политики Евросоюза. Если подобная коалиция действительно сложится, то премьер-министру Италии придется действовать активней. Сегодня же было объявлено, что в Италии создан комитет по сбору подписей за снятие экономических и политических санкций в отношении нашей страны. Дмитрий Сошин, Руслан Башко, Первый канал, Венеция.